Всем привет, меня зовут Дмитрий Гриценко и сегодня я продолжу разговор про Гамбит Мора и покажу один из основных вариантов, классический вариант в этом дебюте. Итак, Гамбит Мора возникает после хода c3 и после принятия жертвы пешки, черный играет конь c6, основной ход и сильнейший конечно же, белый конь f3, черный d6, белый слон c4. То есть пока что идет развитие у белых, черным развиваться активно естественно здесь опасно и конечно же ход конь f6, как я уже говорил, ошибочный из-за хода e5, поэтому черный играет e6, белый 2 0 опять же развивается, черный конь f6, белый ферзь e2, черный слон e7, белый ладья d1, хотят сыграть e5, как я уже говорил, черным нельзя этого допускать и в случае хода 2 0, белый играет e5, получает хорошую позицию. И возможно в дальнейшем отыгрывают пешку и вообще получают лишний материал, поэтому нужно играть после ладья d1 черным самим e5. И здесь у белых есть два варианта, первый это ход слон e3, который я бы все-таки не советовал играть, потому что черные могут играть и конь g4, и слон g4 в дальнейшем. Поскольку ход h3 не сделан, например слон g4 не очень приятно, и на h3, конечно же они не бьют коня, а например уходят слон h5, и в принципе, как мне кажется, эта позиция все-таки лучше для черных, чем та, которая получится, если после хода e5 играть не слон e3, а предварительно h3, не допуская выпадов ни коня, ни слона на поле g4. Итак, черные делают два нуля, белые слон e3, и здесь основной ход будет за черных слон e6, о нем я поговорю немного позже, там идет довольно длительная тоже еще теория, и разные продолжения у черных есть. Но в данной партии, которую показывают, черные сыграли a6, белые ладья c1, в принципе, у них это стандартная расстановка, то есть ферзь идет на e2, ладья с f1 после рокировки уходит на d1, и ладья с поля a1 на c1, после того, как слон вышел на поле e3. То есть это стандартное положение для белых, в принципе, в дальнейшем они смотрят, как играют черные, и в зависимости от этого строят свой план на игру. Здесь опять же, после хода слон e6, возможно, был переход в так называемое основное продолжение, но о нем я поговорю чуть позже об этой позиции. А здесь белые или черные после ладья c1 сыграли слон d7. Этот ход не совсем хорош, поскольку видно, что фигуры черных слишком пассивны, и здесь белые немедленно стали использовать эту временную пассивность черных фигур. Они играют коня 4. Ну, ход b5 фактически вынужденный за черных, потому что иначе либо конь, либо слон, встал бы на поле b6, и оттуда уже его никак не вытащить. Плюс скованные фигуры черных были бы на ферзевом фланге, поэтому ход b5 вынужденный, и белые играют, конечно же, не конь b6, забирая ладью за две фигуры, а слон d5. Здесь, в принципе, взятие b5 было возможно за черных, но тогда после отыгрыша фигуры, в принципе, у белых довольно хорошая позиция, что самое главное, что возможно, в дальнейшем они еще и отыграют пешку. К примеру, один из довольно напрашивающихся ходов ферзь d7, тогда ферзь c2, и если здесь сыграть ладью c8, то есть, казалось бы, что может быть лучше для черных, поменять еще и тяжелые фигуры, но тогда следует ход конь e5. Тоже довольно стандартный для данной позиции, когда ферзь связан, не пешка связана, из-за того, что ферзь стоит на линии d под ладьей, и здесь, конечно же, у белых позиция явно лучше, они отыграли пешку и получили более перспективную позицию. Поэтому после хода слон d5 взятие коня не самое сильное, последнее будет ход конь d5. Белые бьют еd, здесь опять же ход ба, наверное, не совсем хорош, из-за того, что у белых очень сильная проходная пешка, и плюс ко всему пешка е5 опять же потеряется, из-за того, что после ухода слона, например, на поле е6, будет все тот же удар конь е5, и пешка на c6 очень сильная, и, конечно же, здесь у черных масса проблем. Поэтому после еd они решили не бить коня, а сыграть конь d4, ввести коня своего из-под боя. Белые слон d4, но опять же, ход ба, наверное, не совсем хорош, и поэтому черные решили забрать именно слона. Здесь казалось бы, что белые вообще проигрывают, поскольку у коня нет ни одного ухода, но, тем не менее, есть ход конь b6, и взятие, конечно же, здесь возможно, но тогда белые заберут слона на поле е7, и здесь у них опять же будет лучшая позиция после ухода слона, который сейчас висит. Будет еще и ход конь d4 сильный, и здесь, конечно же, конь намного сильнее слона, и плюс ко всему пешка d6 слаба, грозит уже и ладья c6, или даже конь c6, и, конечно же, эта позиция в пользу белых. Поэтому черные решили после хода конь b6 скинуть пешку, то есть делать промежуточный ход, d3, но тогда после ладья d3, ферзь b6, все равно ферзь е7. Черные думали, что ход слон f5 с темпом будет для них спасительным, то есть даст им хорошую инициативу, но, тем не менее, следует ладья е3, и здесь, как видно, все равно у черных проблем, поскольку обе линии за белыми, плюс опять же конь в перспективе сильнее, чем слон, поскольку у слона особо нет хороших полей, и пешка на d5 сковывает его действия. Последовал ход здесь ладья c8, белые бьют ладья c8, конечно же, нельзя здесь бить ладьей из-за ферзь е8, и белые вообще ставят мат, но есть, конечно же, ход слон c8, за черные пока что ничего не теряют, но, тем не менее, их позиция в ближнем остается хуже. Итак, белые играют конь g5, уже начинают свое наступление, и после слона f5 они играют ладья f3, и затем конь е6. То есть все фигуры белых участвуют в атаке, а у черных ферзь пока что немного выключен из борьбы, он находится на ферзьевом фланге, и в борьбе на королевском фланге он не участвует. Конечно же, здесь fe невозможно из-за мата ладья f8, либо ферзи f8, поэтому черный вынужден отступить ладьей, ладья c8, например, как в данной партии. Итак, белый играет ладья c3, то есть, конечно же, взятие, опять же, невозможно, взятие ладьи из-за хода ферзи f8, поэтому приходится черным постигно защищаться и делать ход ферзь b8. Здесь вполне возможно, что черный рассчитывали отбиться, поскольку вроде как висит конь, и нужно его ходить, но есть еще один сильный ход за белых, это ход ферзь d6. Естественно, что взятие ферзя по-прежнему невозможно, из-за того, что будет мат. Вот, по 8-му ряду, которые все еще слабы у черных, и они не успевают сделать форточку, но в случае после хода ферзи d6 взятия коня, то, конечно же, проще всего, например, дать шаг ферзи e6 и затем забрать ладью на c8, либо же дать шаг ладья f3 в данном случае, ну, в любом случае черный здесь проигрывает. После хода ферзи d6, единственный ход, который не проигрывает сразу, это ход ферзи a8, но тогда конь c7, конь уходит из-под боя, еще и с темпом, и на отход ферзи d7 следует еще один тактический удар небольшой, это ферзи a6, то есть у белых, вместо того, чтобы быть без одной пешки, как они были еще 10 ходами ранее, они уже стали с двумя лишними, то есть три пешки выиграли, и здесь, конечно же, невозможно ни ферзи c7 из-за ферзи c8 и мата по восьмому ряду, и точно так же невозможно и ладья c7 из-за хода ферзи b7, и опять же слабость восьмого ряда подводит черных, поэтому приходится переходить в окончание, но, конечно же, окончание с двумя лишними пешками легко выиграно за белых, и вскоре черные сдались, поскольку пешку на d6 они не могут выиграть, здесь белые вообще сыграли d7, то есть зафиксировали положение короля, то есть в данном случае у него только есть три поля, будет после король d8 будет либо поле c7, либо е7, либо поле d8, но в случае в дальнейшем, например, слон f5 и слон d7, белые перейдут просто в перчечное окончание с лишней пешкой, и, конечно же, без проблем реализуют этот перевес. Таким образом, как вы видите в основном продолжении, то есть в этой позиции, после хода слон e3, но основной ход, как я и говорил раньше, слон e6, но и после хода a6 слон d7, все равно у черных сохраняются проблемы, поскольку видно, насколько фигуры белых активнее, и здесь нужно белым играть резво, если они хотят получить перевес и выиграть партию. Все, спасибо за внимание и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok